Продолжение следует... Продолжение следует... Окончание – это изменяемая часть слова, которая показывает, в какой форме находится оно. Окончание «ы» этого прилагательного показывает, что оно в форме мужского рода, единственного числа, именительного падежа. Изменили слово, поставили его в форму женского рода, изменилось окончание. У некоторых слов есть нулевое окончание, т.е. оно не выражено буквой, но при изменении формы слова эта буква появляется. Дом – единственное число, нулевое окончание, множественное дома – окончание «а». И нет окончания у наречий, потому что это неизменяемые части речи. Бежал как быстро на конце суффикс «о», увидел вдалеке, сначала подумал. Следующая наша тема – это склонение личных местоимений. Личные местоимения «я», «мы», «ты», «вы», «он», «она», «они» при склонении могут полностью изменить свой облик. Для примера мы взяли формы родительного падежа и дательного падежа «я», «меня», «мне», «вы», «вас», «вам», «он», «его», «у него». Если при склонении требуется употребление предлога, то к личному местоимению третьего лица мы должны добавить букву «н». «Ему», «к нему» есть предлог, значит, добавляем букву «н». Помните об этом при склонении личных местоимений. Следующая наша тема – это правописание чередующихся гласных «о», «а» в корнях. И первые корни – это корни «лак», «ложь». Правило такое. В корне пишем гласную «а», если после нее идет согласная «г», а для корня «лак» еще характерна одна проверка. После такого корня всегда будет стоять суффикс «а». Еще одна проверка. В словах «слагать», «предлагать» мы видим, в корне пишется гласная «а», потому что после нее стоит буква «г» и после корня стоит суффикс «а». В корне пишем гласную «о», если после нее идет согласная «ж», вот в словах «сложить», «предложить». Еще один в корень, в котором чередуются гласные «о», «а» – это корни «раст», «рос», «рач». Здесь точно так же. Правописание гласной зависит от последующих согласных. Пишем гласную «а», если после нее идут согласные «ст», как в словах «растение», «подрастать». В корне пишем гласную «а», если после нее идет согласная «щ», «выращенный». И в корне пишем гласную «о», если после нее идет согласная «с». Обратите внимание, корни с чередованием нельзя проверить подбором родственных слов. Здесь работает другой принцип орфографический. Здесь мы обращаем внимание только на сочетание гласных и согласных. У этих корней есть исключения. Слова «росток», «ростовщик», «ростов» и «растислав» пишутся с гласной «о». Слово «отрасль» – с гласной «а». Хочется обратить внимание на слово «ростовщик». Это устаревшее слово обозначало человека, который давал деньги в долг под проценты, в рост. Ну, а «отрасль» – это область деятельности в науке или в производстве. Запомните правописание этих слов. И последняя наша тема – это двусоставные и односоставные предложения. Двусоставные предложения такие, в которых грамматическая основа состоит из пары, из подлежащего и сказуемого. «Лодка», «подлежащая» выражена существительным, подскочила, сказуемое выражено глаголом. «Корабль», «подлежащая», что говорится про корабль, каков он? Он красив, сказуемое выражено кратким прилагательным. «Зима», «что это?» «Что про нее говорится?» «Это начало». «Подлежащие сказуемые» выражены существительным и в именительном падеже, поэтому между ними ставится тире. И односоставные предложения такие, в которых грамматическая основа состоит только из одного главного члена, или из подлежащего, или из сказуемого. Но вот в этом предложении здесь только одно сказуемое. Местоимение «мне» употребляется в форме дательного падежа, не терпится кому – мне и является дополнением. Поэтому здесь грамматическая основа только из сказуемого состоит. Оно это предложение односоставное. «Долгая зима» здесь у нас только подлежащие, Здесь нет сказуемого. В этом предложении тоже только одно сказуемое, выраженное глаголом. Еще это предложение осложнено обращением, словом, с помощью которого мы обращаемся к тому, к кому произносим эти слова. Обращение не является членом предложения и выделяется запятой.